Мы продолжаем читать второй блок наставлений святого Антония Великого в первом томе Добротолюби. И в прошлый раз мы остановились на том, что Антоний Великий свидетельствует, что ум есть око души. И это очень важное свидетельство, потому что именно оком человек может узреть Бога. А узрев Бога, или вообще хоть что-нибудь около Бога находящегося. Хотя бы какое-нибудь представление о том, что жизнь не кончается со смертью. Или о том, что все-таки любовь это гораздо выше, чем злоба, ненависть, трусость, страх и тому подобное. То есть вот даже до Бога еще человек не додумался, не открылся ему Бог, но сама способность видеть вещи здраво, как они действительно есть. И называть любовь благом, а зло неблагом. Называть семью благом, а брошенных детей злом, или неправильную семью, разрушенную семью, исковерканную семью. Называть злом, или вообще всякое отсутствие семьи. То есть правильное представление о сути вещей, хотя бы на каком-то уровне, говорит о том, что ум еще способен воспринимать правду хотя бы. Какие-то отблески истины о жизни человека в этом мире человек может воспринимать. И значит ему нужно, у него есть шанс, он может обратиться. Только надо этих светлых материй, этих светлых образов и слов, этой правды ему побольше. Но парадокс в том, чтобы обратиться к этой правде, быть пронизанным этой правдой, читать то, что несет правду, слушать то, что несет правду, внимать тому, что свидетельствует об истине, человек может только тогда, когда он хоть сколько-нибудь познал суетность суеты, познал глупость обычных мирских перипетий, метаний, скорбей, когда он хоть сколько-нибудь разочаровался в том, что он жил только мирской суетой. То есть это процесс как бы взаимообразный, как бы пропорциональный. Насколько человек познает суету и лживость этого мира, настолько он способен воспринимать свидетельство правды об этом мире. Насколько сам он отстраняется от суеты, настолько ум его способен воспринимать откровения Божии. Вот это процесс именно взаимообразный. Они как бы как некие взаимообразные, не знаю, сосуды, что если из одного умаляется, то в другом прибавляется. А если в одном прибавляется, то из другого убавляется. Вот и поэтому человек, осознавший хотя бы вот эту закономерность, должен всеми сознательными усилиями начать с того, чтобы посмотреть на свою жизнь, взвесить ее на весах правды, соразмерить ее с тем хотя бы представлением о человеке, которое есть в его собственном сознании. Если он еще не читал Евангелие и не верит во Христа, то пусть хотя бы со своими собственными когда-то светлыми мечтами, мыслями сравнить свою нынешнюю жизнь или просто домыслить, ну к чему приведет вот эта его нынешняя суетность, нынешнее метание, нынешние переживания, чем они в конце концов закончатся. И тогда, когда он взвесит это в меру своей правдивости и честности, посмотрит на то, чем он занимается, и чему посвящена его жизнь, его мысли, его сердце, его время, то постепенно и начнет ему открываться и вечные небесные тайны и благодать Божия. Такое вот важнейшее положение в естестве человеческом занимает ум. Если он занят только образами этого мира, только здесь, только сейчас, и эти образы манят его удовольствиями, обещают ему благо, наслаждение и покой, то, естественно, он ничего духовного сделать просто не в состоянии. Ум его беспомощным и лежит весь опутанный страстями и прелестью. И наоборот, ум, начинающийся освобождаться, ум, просвещающий себя Словом Божьим, Светом Божьим, чтением, молитвой, исполнением заповедей, порой даже банальным здравым смыслом, чтение ум начинает исцеляться, освобождаться и способен занять действительно подобающее место, управляя человеческой жизнью. Настолько важно, что ум есть око души. И главное, второе, может быть, по важности значение ума как око души, то, что человек уже, правда, с очищенным оком, человек умом погруженный в суету, думающий только о мирских вещах и особенно о соблазнах, которыми наполнен этот мир, он не может к этому даже приступить. Второе, это знание умом самого себя, человека. Познай самого себя, это исходная точка, обращающая человека к неким истокам духовной жизни. Знать самого себя человек может только всматривая себя, познавая себя, чувствуя себя, пронизывая умом, как некой силой, как смотрящим, как всевидящим оком своей собственной души, пронизывая глубины своего сердца, рассматривая, что там рождаются, что там живет, какие страсти, какие демоны там копошатся, что хорошего заложено в недрах этой души, что можно использовать для исполнения воли Божьей, что плохого находится там, какие страсти мучат, как они действуют, как они разрушают, что пленяет мое сердце так, что я не могу ничего сделать, каким образом остановить расслабленность своей воли или своего сердца. Вот это все постичь может ум. Об этом хорошо говорит Антоний Великий в пятом слове вот этого второго блока наставления. Он говорит, умный человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно душе его и спасительно, что чуждо ей и пагубно, и таким образом избегает того, что вредит душе, как чуждое ей. Третье значение очищаемого ока ума в том, что ум может распознавать козни врага. Он видит, как действует враг, он начинает познавать его хитрости и лукавства. Конечно, не сам по себе, а все это в свете благодати Божьей. Но сам свет благодати Божьей человек может воспринимать только умом. И воспринимая его умом, человек в свете благодати Божьей видит козни врага, но ум-то должен быть уже очищен, то есть прозреть должен человек, чтобы видеть свет благодати Божьей. И в свете благодати Божьей видеть, как действует враг в этом мире, будь то в отношении его самого, будь то в отношении близких людей, ну и конечно главное это то, что человек может видеть главную цель, лучшее, что можно видеть в этом мире, Бога. Вот в 128 слове святой Антоний говорит так кратко, глаз видит видимое, а ум постигает невидимое, боголюбивый ум есть свет души, у кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога умом своим. В сущности все вот эти четыре аспекта просвещения ума и ума как важнейшей силы человеческой души, то что человек познает сам себя, то что человек видит коварство и козни лукавых бесов и те сети, которые расставляют ему мир, и то что человек в конце концов может умом познать Бога, соединившись с Ним, все это в сущности можно описать одним словом или одной добродетелю, как это делает Антоний Великий, называя все это рассуждением. Для него это важнейший добродетель, важнейший корень духовной жизни, который сопровождает всю жизнь человека, и он считает, что важнее и ценнее этого качества, как рассудительности, трезвости, как скажут уже другие святые отцы, рассуждения, ничего более нет. Так это важно для духовной жизни человека. Естественно, как и всякая сила души, как и всякое качество души, и уж тем более, раз речь идет об уме и об овладении рассуждением, об обладании, тренировке, возрастании в этой способности идет речь. Естественно, можно говорить и об истинном образовании человека, и Антоний Великий говорит об этом немало, вот во втором блоке своих наставлений. Вот скажем, десятое слово. Человек богатый и благородного происхождения, без душевного образования и добродетельной жизни, несчастен в глазах людей здравомыслящих. Напротив, бедный и раб по состоянию счастлив, если он украшен образованием и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах и гибнут, так погибают непекущиеся добродетельные жизни, будучи увлекаемы пожеланиями. Конечно, сейчас эти слова какой-то совершенно потрясающий своим точностью, своей рельефностью анахронизм. Потому что сейчас люди думают с точностью, да наоборот, что лучше быть богатым, но не образованным, чем образованным, но бедным. С точностью, да наоборот, идеалы сменились. Но мы-то говорим, и Антоний Великий обращает свое слово не тем, которые живут мирскими ценностями, которые погрузились в этот изменчивый мир, которые утонули в этом изменчивом мире, совершенно приняв все те неправильные духовные основания зла, в которые погружен этот мир, и размылось их правильное представление об должном, правильном и верном. Именно размылись. Не ценности человека реально поменялись, а сознание людей, растворенное в соблазнах и прелестях этого мира, стало верить и почитать другие ценности, вот и все. Но Антоний-то обращает свое слово к христианам, которые должны и в IV веке, и в XXI веке изо всех сил противостоять этому нашествию мира, лежащего в возле. Они должны сопротивляться ему, бороться с ним, потому что, как говорит апостол Иаков, обращаясь в своем послании, не знаете ли вы, говорит он, что дружба с миром есть вражда против Бога. И вот христианин должен во все времена, столько, сколько есть у него сил, пытаться противостоять той системе ценностей, той паутине соблазнов, той паутине лжи, которой мир пленяет человеческий ум, он должен этому всему противостоять. И поэтому для него вот подобные утверждения и вообще слова Антония Великого в образовании являются очень важными, потому что они показывают то, как можно и должно воспитывать себя, и тем более, как можно и должно воспитывать детей. Второе, что мы видим в этом слове Антония Великого, что он ставит и образование, и добродетель в ряд. Они идут у него рядом, они у него не противостоят. В сознании Антония это вещи равнозначные, равновесные. Конечно, под образованием он понимает не систему школьного, современного или просто нововременного образования, а другую реальность, когда человек погружается в исследование культурной традиции, когда он занимается тем, что древние называли любомудрием, философией. Опять-таки, не в современном понимании этого слова, хотя и в этом самом по себе нет ничего плохого, но важно то, что не именно изучение мудрости, приобщение к накопленной человечеству мудрости, знания мира, знания человека, знания промысла Божьего в человеческой жизни, зная, как живут миры и народы, и что ведет миры и народы к благу, а что разрушает и губит их, что значит хорошие правители, каковое искусство управления. Вот всем этим мудростью человеческой, совокупной культуры человечества, в которой скрывается свидетельство об истине, добре и красоте, человек должен овладеть. Вот это называлось образованием. Человек должен лучше понимать, как устроен этот мир. Но в любом случае важно отметить, что вот это само по себе образование и добродетель, они стоят в ряду. Они, образование равнозначно добродетели, и добродетель, она равнозначно образованию. То воздействие на душу, на ум человека, который производит чтение, знания, размышления, переживания, все это должно быть использовано как факторы образования человека. И добродетель есть плод подлинного образования, образование всегда, если оно действительно правильное, учит добродетели. Раньше так и говорили, человек недобродетельный, он не образованный человек, а образованный человеку с необходимостью добродетельный. И никакого разрыва раньше не чувствовали. Важно не то, сколько книг ты прочитал и сколько стихов ты изучил. Важно не то, какие формулы ты пишешь. Важно тому, ты понял смысл жизни. Ты овладел, ты прикоснулся к смыслу жизни. Ты способен исполнить правила жизни, которые ты почерпнул в изучаемых предметах. Способен ты это использовать в собственной жизни или нет. И вот в 11 слове он продолжает эту мысль. Человекотворцем должно назвать того, кто успевает умягчить нрав необразованных и заставить их полюбить науки и образования. Равным образом и тех, которые, кое людей невоздержанной жизни приводят к жизни добродетельной и богоугодной, тоже должно считать человекотворцами, потому что они будто воссозидают людей кротости, воздержания, суть счастья и благая надежда для душ человеческих. Умягчить нрав и полюбить образование, говорит Антоний Великий. То есть для того, чтобы полюбить образование, нужно умягчить нрав человек. То есть доброе воспитание, ребенок, приводит к тому, что человек любит образование. И любовь к образованию обличает его добрый нрав и доброе воспитание. А образование само по себе должно, несомненно, сопровождаться добрым воспитанием. Такова мысль Антония. То есть нет образования, оторванного от воспитания, и быть не может, иначе исчезает человек. Мы просто напиткиваем человека кучей знаний, забывая о том, что знание, интеллект, это даже не все в его уме, даже не все в его сознании, а кроме ума, как силы души, есть еще и сердце, есть воля, есть тело, которое тоже нуждается развить и развивать это надо гармонично. А главное, что все это еще, больше этого стоит реальности, скажем, пограничные, реальности экзистенциальные, то есть реальности, в которых человек встречается с Богом или переживает смерть, когда никакие знания не помогут, и все знания превращаются в пыль, в совершенно ненужный хлам, груз, обузу, когда человек встречается с этими двумя важнейшими для него реальностями, Бог и смерть. Да более того, даже настоящая любовь обращает в хлам весь накопленный ненужный мусор заученных формул, стихов, законов и так далее. Все это бессильно помочь созидать человеку самого себя, а не то, что даже любить или помочь созидать другого человека. И поэтому мы никогда не должны в отношении к собственным детям забывать, что образование и воспитание – суть два крыла, две ноги одного феномена, одного явления жизни. И если один начинает хромать, то существо становится больное, оно может стать инвалидом, и нужно и то, и другое делать. И с другой стороны, если человек чуждается образование, если он не хочет учиться, ничему учиться, не то, что ему кажется наука скучной и бесполезной, вообще, в принципе, не хочет узнавать ничего нового, так виновата не система школьного образования, виноват не учитель, который не может найти подход к сердцу этого ученика, виновата его неправильное воспитание, виновата его жесткое сердце, виновата его безнравственная жизнь. И в первую очередь, то есть, такому человеку надо применить меры воспитательного воздействия, надо обратиться к нему именно к его воспитанию. И только умягчив его нравы, научив его любить добро, научив его делать добро, мы можем к нему привить, то есть, и любовь к образованию, а привив к нему любовь к образованию, мы, собственно, достигнем важнейшего. Дальше он и сам сможет учиться, образовывать себя, даже если возраст его школьного или институтского пребывания уже вышел, человек научился самому главному, и дальше все будет у него нормально. Поэтому всегда важно помнить вот эти древние свидетельства о природе человека, которые не изменились. Если мы хотим, чтобы человек учился, надо научить его добродетельному бытию, добродетельной жизни, иначе ничего не получится. Добродетельный и кроткий человек, он всегда любит мудрость. И любящий мудрость всегда становится добродетельный и кроткий. Отсюда такая простая вещь, что человек, который не воздержан и не кроток, на самом деле не образован, что бы он там о себе не говорил, и какие бы дипломы он ни показывал, он не образован. Он не знает самых важных законов человеческого существования. Он может вообще не подозревать о том, что вокруг него живут люди, которые нуждаются в милосердии, сострадании, любви, помощи, утешении. Он может даже не подозревать о том, что у них есть сердце, что у них есть боль, и что у них есть душа, которая всегда чем-то томится и чего-то ищет. Он даже может не подозревать, что все это есть у него. И потому человек не кроткий и не воздержанный обладает, как говорит апостол Яков, мудростью ложной, бесовской, потому что не кроток. И Антоний повторяет в данном случае мысль Священного Писания. А другой важный вывод из этого, что на самом деле христианство никогда не противостоит образованию. Христианство может противостоять вот такому ложному образованию, когда образовывается даже не ум человека, образовывается только какая-то часть, причем не самая важная часть этого ума, когда человек даже и не образовывается и в этой-то части, а просто напичкаивается какими-то разрозненными знаниями, которые нужны только для того, чтобы где-то перед кем-то ему, этому человеку, блеснуть или отчитаться, или что-либо показать, а в сущности-то единой концепции мироздания и своего места в этом мироздании. Никакого представления о правильной системе ценностей в этом мире и о том, как эти ценности я могу применить в своей жизни, у него нет. Нет, он не образованный человек, даже если он очень много-много знает, но теперь и компьютер много знает, но и всегда можно с помощью компьютера любую именно информационную лакуну заполнить, а вот эту лакуну человечности, лакуну правильного представления о своем месте в жизни, никак заполнить. И вот против такого искаженного представления об образовании христианство может возражать, но думать, что христианство в принципе против образования это всегда было заблуждение. Я не случайно на этом останавливаюсь с такой человек, как Антоний Великий, основатель монашества, строжайший аскет, проведший в пустыне десятки лет, и тем не менее, вот на старости лет, когда он пишет эти свои слова, он говорит, образование это здорово. И Василий Великий, и Азотоуст, и Григорий Богослов, и Антоний Великий, и Макарий Великий, и Максим Исповедник, и Симеон Новый Богослов, и Григорий Палама, кого бы мы ни посмотрели, все говорят о том, что правильное образование с воспитанием в добродетельной жизни, при общении общечеловеческой культуры есть благо, которое все в полноте и созидает человека, и выбросить один кирпичик из этого целостного универсума невозможно. Это все очень важно. И в заключение прочитаю еще одно слово Антония Великого на эту тему. Не образованные и простецы смешным делом считают науки, и не хотят слушать их, потому что ими обличается их невежество. И они хотят, чтобы все были подобны им. Равным образом и невоздержание, невоздержанные по жизни и нравам, заботливо желают, чтобы все были хуже их, думая снискать себе извинения в том, что много злых. «Гибнет и расплевается душа от зла греховная, которая многосложна, и совмещает в себе и блуд, и гордость, и алчность, и гнев, и много там других страстей дальше перечислено. Этим и подобным терзаемо бывает бедная душа, удаляющая себя от Бога». Ну вот этими словами мы хотели бы, хочется закончить сегодняшнюю беседу и с этих же слов начать следующее, чтобы показать, что на самом деле еще раз подчеркнуть, что для Антония Великого является подлинным образованием и как это соотносится с добродетельной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok